Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Помните, я говорил, что Микки ездил в клефектуру Тод Тори и снял там пустыню? Да-да, в Японии тоже есть своя пустыня. Видео выложил немного позже, чем обещал, за это извиняюсь. Пустыню вы можете посмотреть на видео, а я пока вам немного расскажу о ней. Японскую пустыню сложно назвать полноценной пустыней. Она больше похожа на группу дюн. Называется она Тод Тори Сакю и расположена в префектуре Тод Тори. Ежегодно ее посещают более двух миллионов туристов, большинство из которых сами японцы или туристы из ближайших стран, азиатских. Такой интерес к маленькой японской пустыне легко понять. Японцы работают много и обычно отпуска длятся не более пяти дней, которых недостаточно, чтобы попутешествовать по миру. По этой причине японцы едут отдыхать только в ближайшие страны, на острова или путешествуют по стране. Популярностью пользуются Гавайи, до которых лететь близко и стоит копейки. Русский, который отдохнул в Египте, это уже норма, а вот для японцев это настоящая экзотика, которая причем стоит больших денег. От Японии за три часа до Египта не долетишь. Пустыня Тод Тори шанс для японцев в кратчайшее время, не тратя много денег, увидеть настоящую пустыню, хоть и небольшую, но для Японии, родины миниатюрных вещей и бонсай, это вполне достаточно. Дюны пустыни Тод Тори достигают 90 метров в высоту, а в летнее время нагреваются до 50 градусов. Образовалась она в результате того, что в Китае постепенно осыпаются горы, где грязь с песком попадает в реку. Река несет все это к Японскому морю, по которому песок уже попадает в Японию. К сожалению, с каждым годом небольшая японская пустыня становится все меньше, из-за восстановления японским правительством лесов, а также строительства заградительных стен от цунами. Рядом с пустыней расположены разные рестораны и магазинчики с сувенирами. Так как префектура Тод Тори славится своими грушами, то тут можно приобрести все, что угодно из груш. Также любители экстрима могут покататься с дюн на доске. Это Кисанборд. Если у вас будет возможность, то обязательно посетите это место, ощутив еще одну из сторон Японии. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на самый правдивый и информативный канал о Японии. Также заходите в группу и на сайт, и конечно же присоединяйтесь к занятиям живым японским языком. Пока!